Встреча с футбольным клубом 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 Тренировочное занятие началось в 16.00. Однако даже хорошее поле не решило всех проблем. Условия все равно оказались далеки от идеальных. Начавшийся снегопад внес свои коррективы в происходящее. О том, что двустороннюю игру проводит сборная России, можно было догадаться лишь по наличию в составе одной из соперничающих команд Сергея Юрана, которая была легко узнаваем, прежде всего потому, что отказался на этот раз от шапочки. Отыскать фигуру Бориса Игнатьева среди находящихся у кромки поля людей было также непросто. И лишь изредка отдельные реплики, обращенные к игрокам, выдавали рулевого главной команды страны. Ближе, Желтый! Ближе! Состав сборной на матч с итальянцами, по слухам, уже практически определен, но по понятным причинам держится в секрете. Отдельные игровые сочетания этого состава при иных погодных условиях можно было выделить непосредственно в двусторонке, но в данном случае это не представлялось возможным. Между тем, снегопад усиливался, и даже попытки улучшить видимость с помощью скромной системы освещения не меняли картины. Среди наблюдавших за тренировкой привлекало внимание фигура человека не в костюме сборной России, который при ближайшем рассмотрении оказался Вячеславом Колосковым. Как выяснилось, подготовка к ответному матчу сборной с итальянцами пройдет не в Германии, как планировалось, а в Италии, на базе, расположенной недалеко от Неаполя. И сейчас РФС занимается организацией этой поездки. Купманову ездил, занимался, что это та база, где Румыния в то время, главный школьный мир. Там все условия есть. По иронии судьбы, окончание тренировки пришлось именно на то время, когда небо над локомотивом наконец прояснилось. Однако шансы на то, что погода в день судьбоносного матча будет резко отличаться от теперешней, невелики. И в этой связи, проведенные в подобных условиях занятия, возможно, весьма кстати. Мы россияне, в принципе, к этой погоде адаптированы. Может быть, сложнее итальянцам. Поэтому, ну, какая разница, будет погода такая или лучше, надо просто выходить и доказать, что у нас есть характер, русский характер, что умеем в футбол играть, умеем тех же итальянцев, нечего бояться, просто выходить и всем с полной отдачей биться. И я думаю, что мы решим эту задачу, проходя дальше чемпионат мира во Франции. Сейчас в команде отличное настроение. И я бы не сказал, что там какая-то нервотность. Все-таки где-то внутри каждый уже готовится. Например, я, например, уже сейчас готовлюсь к этой игре, и внутри уже как-то прокручиваю эти моменты, чтобы как-то что-то создать, как-то что-то забить или сделать голевой пас. Поэтому, я думаю, каждый из ребят то же самое сейчас у каждого. Поэтому настроение отличное в сборной. Работаем с большим желанием. Если болельщик придет и полный стадион будет, это вдвойне, в тройне, будет нам легче играть и с подъемом, с полной отдачей, чтобы, естественно, болельщик придет, посмотреть хорошую игру. И мы должны это доказать, и должны показать хорошую игру. Так что я приглашаю болельщиков. Я буду рад, если, естественно, будет стадион забит до отказа. Травма Виктора Анопко, на которую намекала в субботу агентство «Тартас», как видите, не такой уж серьезной и была. Анопко играл наравне со всеми в двусторонке. Кстати, на матч приедет делегация «Фиорентина» во главе с менеджером клуба Джан Карло Антониони. Фиорентийцы не исключают возможности приобретения капитана россиян. Единственная проблема в том, что Анопко гражданин, не входящий в ЕС России. А лимит на иностранцев из таких государств у Фиорентины после приобретения бразильца Эдмунда уже исчерпан. Однако, если Андрей Кончельский, как планируется в январе, получит второе гражданство, британское, то вопрос отпадет. Еще одна фигура, вызывающая интерес у итальянцев, правда, уже у журналистов, а не у функционеров, Дмитрий Оленичев. В газете «Делоспорт» цитирует его ответ на вопрос, кто может сыграть решающую роль в матче. У итальянцев в ЕРИ, у нас в ЕРИ, извините, у нас ЮРАН, ответил Оленичев. Некоторые другие факторы, ожидающиеся игры, в репортаже Романа Трушечкина. Сегодня в 10 утра в кассах стадиона «Динамо» появились билеты на игру сборных России и Италии. Диапазон цен от 80 до 150 тысяч рублей. Самые дорогие билеты по традиции на центральные трибуны, север и юг. Места за западными воротами на 20 тысяч дороже, ничем им зрительно не уступающим скамейкам на Востоке. Стадионные работники видят причину этого в еще одной местной традиции. В первые же часы продажи, на что снимало охотников, отдать по две минимальных зарплаты за билет. Очень дорого. Если люди, которые работают, или, например, получают стипендию, еще могут купить, то для школьников, которые основную массу зрителей будут составлять, это очень дорого. А чего-то, может быть, пришлось отказаться? Да, трудно сказать. Вы купили несколько билетов, вы пойдете с семьей своей? Нет, для друзей. Для друзей? Да. Вы вот купили много билетов для того, чтобы пойти на футбол или для других целей? Не, ну так, не, я так понимаю. Ну, друзья просили как-то. Я-то с собой не пойду, муж пойдет с сыном там, друзья наши, вот и все. Оптовое настроение болельщиков подогревали сотрудники фирмы Nike, бесплатно выдававшие плакаты в количестве, равном числу купленных билетов. Норма в две-три заветных контрамарки в руки повсеместно нарушалась. Некоторые брали чуть ли не десятками, что отчасти объясняется тем, что из 42 тысяч билетов примерно полторы тысячи забронированы организациями. Билетная арифметика не заканчивается, а, напротив, еще больше усложняется на кабинетном уровне. Все исходит из того, какие затраты. На сегодняшний день очень холодно на улице. Подогрев мы включили с четверга. Ну, стоимость сегодня электроэнергии для нас это 400 с лишним рублей за киловатт. Мощность нашей всей установки примерно 1000 киловатт. Ну, мы сейчас где-то включаем 30%. Вот даже по стоимости здесь даже, непосредственно те, которые расходы мы должны нести вместе с Российским футбольным союзом. Результаты пятисуточного прогревания динамовского газона визуально не очень впечатляют. Поле покрыто снегом, сбившимся в настоящие сугробы на границах отапливаемых зон. Скоро в Москве останется лишь один центральный стадион, напрочь лишенный вошедших в моду пластиковых кресел. Это торпедовская арена на Восточной улице. Монтажные работы на Динамо в этом направлении идут полным ходом. Бело-голубой пластмассой уже покрыта большая часть северной трибуны, чье зимнее название будет, по всей видимости, идеально стилистически соответствовать запланированному на среду событию. Ну, все-таки я думаю, что болельщик России должен прийти поболеть за свою команду. Пообращайте внимание, да, завтра программа начнется в 18.10. 18.10. Завтра. Сборная же Италии сейчас в воздухе. Самолет с нею на борту приземлится в Москве часа через полтора. Подробности смотрите в нашем завтрашнем спецвыпуске. Он начнется в 10 минут седьмого, я еще раз напоминаю. Но некоторые вещи и сейчас не представляют секреты. Так, в самолете нет Анжела Перуца, лучшего вортаря Италии. Того самого, который не пропустил ни одного мяча в отборочном цикле, травма у него не сытно серьезная и играть он точно не сможет. Зато другой травмированный, Пауло Мальдини, сын главного тренера Чезаро Мальдини, кажется, поправился и сможет сыграть. Одна из реплик Мальдини-младшего прозвучала вызывающе. Перед игрой сказал Пауло, я бы делал ставку на счет 3-0 в нашу пользу. Это должна быть наша игра, и в ней мы не должны испытывать страха. Примечательны также высказывания Фабрицио Раванелли. Мы должны выиграть, все остальное ерунда. Смелые реплики. Наверное, ребята накануне под особенно острым соусом ужинали макаронами. Итальянцев ждет самая традиционная из вышенебельных гостиниц Москвы – Совой. Раньше этот отель назывался Берлин, по месту важнейшей из российских побед в истории. Любой нормальный человек, решая вопрос, где ночевать – на вокзале или в номере люкс-пятизвездочного отеля, естественно, остановит свой выбор на втором варианте. Но для итальянцев понятие «комфорт священно» и является непременным условием проживания в другой стране. В этом смысле один из старейших, самых престижных отелей Москвы – Совой – вполне отвечает требованиям придирчивых итальянцев. Футболисты с Апеннинского полуострова станут временными постояльцами Совой уже не в первый раз. А Диего Марадона, который в составе Наполя приезжал в столицу семь лет назад, даже внесен в книгу почетных гостей отеля. Сотрудники Совой ожидают приезд футболистов из Италии с некоторым опасением. Еще не стерся из их памяти прошлогодний визит в Москву Ромы, чьи футболисты шокировали обслуживающий персонал неприлично громкой манерой общения и привычкой выходить на завтрак в трусах. Приезд основной делегации из Италии ожидается около 10 вечера, но к приему гостей уже все готовы. Высокий моральный дух итальянцев будут поддерживать картины современных художников и телеканал «Райуно», по которому на родном языке гости смогут узнать о себе последние новости. Руководители делегации приехали в Москву заранее. Список расселения содержится в строжайшем секрете, и персоналу Совойа строго указано воздерживаться от комментариев по этому поводу. Может быть, именно на этой кровати наставник итальянцев Чезаро Мальдини, засыпая, еще раз обдумает, как же все-таки обыграть Россию. В отеле есть еще итальянцы. На кухне уже трудятся повара. Интересно, что из продуктов, любезно предложенных в Совойе, итальянские кулинары согласились использовать только соль. Все остальное привезено из Италии. Талисман Савоя – Саламандра. В отеле в разное время останавливались три команды, представлявших Италию. И с каждым разом золотая ящерица была к гостям все более благосклонна. В 90-м Наполе проиграл по пенальти, год спустя сборная Италии и России сыграли в ничью, а в прошлом году у Рома выиграла у Динамо. Колдовство по своей сути циклично. И если следовать этой логике, то нетрудно догадаться, что на этот раз симпатии гостеприимной Саламандры будут не на итальянской стороне. Итальянские эксперты, кстати, называют ориентировочный состав сборной своей страны «Вратарь Пальюка», «Пять защитников», «Песотто», «Несто», «Костокурта», «Каннаваро», «Мальдини», «Три Хавбека», «Ди Матео», «Дино Баджо» и «Альбертини». И впереди Вьере Сраванелли. О российском составе пока только домыслы. В многочисленных публикациях, прирученных к матчу, журналисты отмечали отсутствие в составе россиян Александра Мостового, наверное, лучшего на данный момент нашего регионера. В многочисленных интервью розыных Новогорске Борис Игнатьев, в свою очередь, подчеркивал, что это отсутствие не является окончательным, что вполне возможно, Мостовой будет приглашен, если в том будет нужда, на ответную игру в Неаполе. В свете этих слов, видимо, небезинтересно будет проследить игру Александра Мостового за Сельту в последнем туре чемпионата Испании. В Лакорунье, раскрашенный ротороподобными полосами Депортива, принимал Сельту. Хозяева на правах принимающей стороны начали активнее, но и Сельта играть строго от обороны не собиралась. Обмен уколами происходил все же с преимуществом Декора. Спустя полчаса после начала хозяйский ноль на табло сменила единица. Гости попытались прессинговать на подступах к своей штрафной, мешая полосатым комфортно обрабатывать мяч. Затея провалилась на Валерии Карпине и Александре Мостовом, не ставших плотно встречать своих. Быстрый перевод направо, навес Флавио Конце Исао, и его соотечественник, бразилец Луизао, практически без помех со стороны Митчелла бьет головой. Впрочем, Сельте для восстановления паритета хватило шести минут. Мостовой, выполняющий в команде большинство стандартных положений, навесился штрафного на дальнюю штангу. Майбет проявил свиданность с коллегой-неудачниками Сельте, позволив патчи Солинусу первым коснуться мяча. 1-1 после 36 минут северо-западного Галисийского дерби. Придшедший из Реалса Сьедада новый главный тренер Хавьер Ируретто славится своими схемами и нацеленностью на высокую физическую готовность. Но на этот раз он решил не загонять в рамки схематичной игры всю команду, имея в распоряжении двух технарей высокого класса, да еще и понимающих друг друга с полуслова. Сельте играет позиционно строго. Лишь Карпи на мостовой, да недавнее приобретение португалец Кадета, имеет свободу творчества. Но Кадета ярко выраженный нападающий, потому свобода маневра нужна ему по определению. Российская же связка является, по сути, сдвоенным мозгом Сельте, определяющим направление развития и замысел практически всех атак команды из Вига. Сельте на сегодняшний день единственная европейская команда, сделавшая ставку на русскую связку. Ведь даже в Болонии и Хихоне, где россияне на виду, они играют по конкретным позициям, они определяют стратегический рисунок игры клуба. Вход Хавьера и Рурета имеет очевидные плюсы и минусы. Отрицательный момент. Карпин зачастую не отрабатывает в обороне, попросту не успевая возвращаться. Карпин и мостовой, получая мяч, в первую очередь ищут на поле друг друга, в ущерб прочим вариантам развития атаки. Но с другой стороны, у мостового, помимо его филигранных передач со штрафных и индивидуального мастерства, появилась возможность не просто делать передачи партнёрам, зачастую непонимающим задумок россиянина, а рассчитывать на ответный пас. В матче с Депором мостовой и Карпин, плюс присоединившиеся к ним кадеты, обозначали активность гостей впереди. У хозяев игра в атаке строилась через автора первого мяча Луизао. Но бразильцу не хватало точности в ударах, а российско-португальскому трио в передачах. В итоге собравшиеся 24 тысячи зрителей забитых мячей больше не увидели. 1-1. Депортива продолжает плестись в хвосте, Сельта удерживается в зоне УЕФА. Вопрос для команды Извига в том, не повторить ли она судьбу Реалса Съедада под руководством Ируретты, здорово стартовавшего за счёт хорошей физподготовки и провалившего второй круг. Или ставка на русский дуэт позволит Сельте уверенно пройти весь сезон. Субтитры предоставил DimaTorzok Программа «Футбольный клуб» начнётся в 18 часов 10 минут, вопреки опубликованной телевизионной программе. Посмотрите, я надеюсь, что вы не пожалеете. Ну и в паузе между тем, как вы будете готовиться к просмотру программы и после неё, я думаю, что имеет смысл съездить на стадион «Динамо» и купить билеты на игру в среду. Счастливо играйте в футбол! Программа «Футбольный клуб»